Тамара Мафтаховна, есть ли пара супружеская с города Алматы или с Алматинской области? Какие у них должны быть шаги для того, чтобы получить долгожданную квоту? Квоту это как бы бесплатно для пациентов лечения, но это оплачивается на сегодняшний день фондом обязательного медицинского страхования. Первый шаг. Вы должны пойти в территориальную, прикрепленную поликлинику или женскую консультацию и встать на учет по проблеме бесплодия. Там вас обследуют и установят причину бесплодия. Если причина бесплодия будет установлена, то они отправляют к репродуктологу. В данном случае, если вы хотите лечиться у нас, то вы приедете к нам, придете, Алматинцы или Алматинская область приедут к репродуктологам и получите заключение, что вам показано проведение экстракорпорального оплодотворения в рамках гарантированного объема или в рамках фонда обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Все. С этим вы приходите опять в женскую консультацию и вас ставят уже на очередь на бесплатную квоту. Отправляют документы в управление здравоохранения головное. Если это в Алматинской области, то это в Талдыкурган, а в Алмате это к нам. И, значит, как только ваша очередь приближается, они ставят на портал. Опять выбор пациента должен быть. То есть вы имеете право выбрать любую клинику, какую хотите. Хотите РМ, хотите в Астане, выберите Калаев. Это ваше право. И никто не имеет права вам диктовать, какую клинику вам идти. Ставят на портал, и мы уже вас приглашаем. Мы приглашаем, и все лечение, как вы пришли к нам, все лечение вы уже ни копейки не платите до конца, пока мы не установим факт беременности или же вдруг не получилась беременность, значит, вы не платите ни копейки. Обследование, конечно, нужно провести полное обследование, которое вы должны провести у себя по месту жительства, потому что там в основном проводится, все входит в бесплатное. Но есть некоторые, которые не входят в рамках бесплатного обследования, то за это вы сами будете платить, но это очень мало. Если вы не пройдете у себя в поликлинике от обследования, а придете к нам, то вам придется платно уже проходить в других лабораториях. Поэтому я ещё раз рекомендую, проходите полностью обследование в прикреплённой вам поликлинике. Понятно. Это вот если вот Салматы, Салматинская область. А есть ли женщины с регионов? Да, есть ли женщины с регионов. Мы-то очень давно занимаемся квотными программами с 2010 года. И мы выезжали сами по регионам и выписывали, ну, для того, чтобы супружеские пары к нам не приезжали, это дополнительные затраты. Мы выезжали, устраивали консультации и выписывали им направление на бесплатные квоты. Сейчас мы также будем продолжать это делать, но если мы не успеем, допустим, вы имеете право, вот сейчас я вам представлю, по какому адресу электронной почты, высылать все свои данные или по WhatsApp мы рассматриваем. Если нам нужно подтвердить ещё какие-то другие анализы, вы дополнительно высылаете. Если нас это устраивает, мы вас уже приглашаем не на приём, а уже на лечение. Тогда вы говорите, вот я получила заключение от ИРМ, и вас ставят уже к нам на портал. И опять-таки я предупреждаю вас, никто не имеет права вам диктовать, куда идти. Вы сами выбираете клинику, куда вы хотите пойти. И они обязаны поставить на портал туда, куда вы хотите. Это в законе отражено право пациента на выбор клиники. Очень много вопросов также поступало по показаниям. Какие пары могут получить квоту? По квотам показания несколько другие, чем всего на ЭКО. Супружеские пары, которые претендуют на квоты, идут только по двум показаниям. Первое со стороны женщины – это трубный, трубно-перитениальный фактор, когда отсутствуют или отсутствуют трубы, или трубы непроходимые, или частично проходимые, которые тоже не могут дать беременность. И второй мужской фактор, когда по данным спермограммы и другим морфология спермы и так далее, мы определяем, что самостоятельная беременность не может произойти без вмешательства. То есть только ЭКО с проведением некоторых манипуляций может дать беременность. И подвижность сперматозоидов должна быть не менее 25%. Если мы находим один из двух этих показаний, то вы идете на бесплатное лечение. И важный момент, что это должны быть граждане Казахстана в репродуктивном возрасте. Да, да, да. Только же женщины репродуктивного возраста к мужчине не относятся. Мужчина может и в 50, и в 60 лет стать отцом. Это к женщине репродуктивного возраста. Но самое главное – это нормальный авариальный резерв. Женщина должна быть здорова, соматически, не должно быть у нее эндокринных больших нарушений, там щитовидная железа, еще сахарный диабет, который могут сами по себе вызвать бесплодие. И главное – авариальный резерв. Потому что некоторые женщины, если, допустим, была проведена какая-то операция, удалили части яичников и низкий авариальный резерв, она не подходит по квоте. Но ей можно провести ЭКО уже без квоты, а как бы по платным услугам. Почему, еще раз я вам объясняю, почему выбраны именно эти два? Потому что это наиболее результативные методы. Когда платят ФОМС, они хотят иметь не просто результат, но «take home baby», что называется, чтобы родился здоровый ребенок. Поэтому выбираются из всех форм бесплодия, выбираются те формы, которые дают наиболее высокий результат. А это трубный фактор и мужской фактор. Очень много вопросов также было по поводу того, вот, например, я встала на очередь, сколько мне ждать, где смотреть, какая я по очереди и так далее. Значит, вы становитесь на очередь в свою прикрепленную поликлинику, и вы имеете полное право прослеживать, как продвигается ваша очередь. Вы имеете полное право посмотреть, сколько в этом году ушло, и так далее, очередь ваша продвигается. Вообще сейчас все идет в электронном варианте, поэтому вы можете это все наблюдать, чтобы, ну, не было такого, что вы задерж... лечение ваше, продвижение ваше задерживается, особенно если вам 35 лет и больше. С каждым годом ухудшаются шансы. Ну и в конце давайте вот еще раз покажем, да, вот смотрите. Вот мы специально для вас распечатали, значит, допустим, из Актау, там, из Восточного Казахстана. Вы можете свою выписку присылать вот по электронной почте или на WhatsApp, и мы, если нас это удовлетворит, мы вам напишем тогда направление на то, что мы готовы вас принять. И тогда в облздраве вашем городском управлении или в областном управлении здравоохранения вам уже выписывают направление на квоту. Благодарю вас за эфир, Тамара Уфтаховна. Все, удачи, пусть... Спасибо, спасибо. Удача обязательно будет, потому что мы имеем 25-летний опыт, и врачи наши, репродуктологи, вы их знаете, все, вся страна их знает, это с большим опытом. И я уверена, что у вас все получится. Аминь.